Здравствуйте, Едвига Викторовна. Здравствуйте, Марина. Расскажите, пожалуйста, какая программа строительства жилья запланирована на 2016 год? Запланировано строительство 446 тысяч квадратных метров жилья. Из этих 446 тысяч квадратных метров 100 тысяч – это индивидуальное жилищное строительство, и 346 тысяч квадратных метров подрядным способом. Какой объем кредитных средств выделен для строительства многоквартирных жилых домов и индивидуального строительства? Выделено в Гомельской области 645 миллиардов рублей кредитных ресурсов Беларусьбанка, в том числе 85 миллиардов рублей для индивидуального жилищного строительства и остальные средства для строительства домов по госзаказу. В этом году средств выделено на 36% меньше, чем в прошлом году. На 10 домов мы построим по госзаказу меньше и построим меньше индивидуального жилищного строительства. В связи с этим было принято такое решение приостановить включение в списки на получение льготного кредита граждан на строительство индивидуального жилья, в том числе и многодетных семей. То есть получается, что этих средств для всех людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, не хватит? Да, Марина, к огромному сожалению, этих финансовых средств не хватает для строительства и многоквартирных жилых домов, так как очень много граждан хочет купить квартиры по госзаказу, но мы не можем больше построить домов. И, естественно, не хватает этих средств для финансирования индивидуального жилищного строительства. В связи с этим принято решение не утверждать списки на получение льготных кредитов и в 2015 году, и в 2016 году это решение продлено, так как, если говорить, то по Гомельской области у нас сегодня заключено кредитный договор ровно-индивидуальное жилищное строительство на 132 миллиарда рублей. А средства у нас есть 85. То есть нам недостают сегодня 50 миллиардов рублей для того, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами тех граждан, на которых уже списки утверждены и которые при заявке в Беларусьбанк имеют право уже на получение льготных кредитов, на строительно-монтажные работы, на закупку материалов для строительства индивидуального жилого дома. Поэтому вот принято такое не очень популярное для граждан решение в зависимости от того, что не хватает средств. Едвига Викторовна, а есть ли другие варианты строительства для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий? Имеется несколько вариантов других, не связанных с кредитными ресурсами, которыми могут воспользоваться граждане, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Первый вариант – это долевое строительство жилья за счет собственных средств граждан. У нас ряд заказчиков – это УКС городской, областной, Гомельский ДСК, в Моузере ряд предприятий строят для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилье с меньшей рентабельностью до 5%. То есть стоимость квадратного метра не очень высокая. У кого есть средства собственные, они имеют право воспользоваться, у кого нет собственных, имеют право воспользоваться кредитами на общих основаниях. Да, в настоящее время процентные ставки у нас не такие низкие, но для этого государство предусмотрело, у нас имеется финансовая поддержка молодым и многодетным семьям на погашение нельготного кредита. Какие должны быть условия? Это должна быть молодая семья на дату постановки на учет. При рождении первого ребенка на погашение нельготного кредита семья имеет право получить более 60 миллионов рублей. При рождении второго ребенка это более 120 миллионов рублей. Второй вариант, который тоже использует ряд граждан – это система строительных сбережений, которая сегодня работает в системе Беларусьбанка. Гражданин накапливает средства в течение 3-5-7 лет и потом берут более дешевый кредит, скажем, на более дешевых условиях. На сегодняшний день это ставка рефинансирования плюс 1%, это 24% у нас с 1 апреля ставка рефинансирования плюс 1%. Третий вариант, так скажем, те люди, которые не начали строительство, имеют право на получение арендного жилья. Если человек получил арендное жилье, но право имеет на социальное, это касается и многодетных, и инвалидов, то они имеют право прийти в местный исполнительный орган, обратиться за переводом жилья из арендного в социальное. То есть они уже тогда за аренду платить не будут. Едвига Викторовна, спасибо вам большое за такие подробные разъяснения. Вам тоже, Марина, спасибо за беседу, было очень приятно.